Мысли веры. 31 мая. Почитайте его присутствие. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Второе послание к Коринфянам, 7 глава, 1 стих. Позволим Богу совершенствовать нас в Его святости. Это сказано не для того, чтобы возникла проекция изряда сверхдуховности. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, 15 главе, 7 стихе. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». В развитии личных, близких взаимоотношений с Христом будут времена, когда Он сделает так, чтобы были только вы и Он. Вы будете настолько восхищены присутствием Бога, живущим в вас, что вы падете ниц перед Ним. Распластайтесь перед Господом. Вы обнаружите глубокое почтение перед Божьим присутствием, и все потому, что вы отказались от поверхностного взаимоотношения с Ним. Всякий раз, когда Авраам, Исаак и Иаков молились, они преклонялись перед Ним, падая ниц, вытянув перед собой руки и взывая к Богу. Нам нужно быть способными услышать Бога, говорящего, кто пойдет для нас, независимо от того, пойти ли в Иерусалим, Иудею, Самарию или сидеть за столом с человеком, находящимся в скорби или нужде. Нам нужно быть настолько открытыми перед природой, побуждающей любви и живущего в нас сострадания. Доявим мы мудрость Его природы, которую Он передает нам. Карл Стивенс